Три, четыре, пять. Надеюсь, трансляция пошла. Итак, здравствуйте. Ещё раз. Да, консоль у нас японка. Почему-то салкали бы принять японскую консоль тоже на нолик. Непонятно. То есть наследуются настройки консолей. С удовольствием... Не-не-не. С удовольствием обменяю японскую консоль на не японскую. Я советую перейти сейчас японскую консоль. Из провода. Вот, потому что он может отключиться. А, нет-нет, не стебёт. Нет. Итак, Горосон нас играет на Сон Мини. Будет приглашать противников в Доджан Сон. Доджан Сон. Вот. А Леолан нас играет на Ту-Би. Стеба, который не показывает. Показывает? Показывает? Показывает. Ну это необычно. Окей. Да. Собки есть у нас в паблике. И вообще, везде, где только мы солянуваемся. Итак, первый рамп начинается довольно жестко. Да, вот у меня написалось, что трансляция пошла очень хорошо. Первый рамп начинается довольно жестко. Лиолан показывает, что не зря ходил все это время, сидел в тени и тренировался, видимо. Играет мир автомата, единственный лучший, который мы можем его просиливать. И смотрим на то, что будет дальше. Итак, первый рамп взял Лиоланом. И Лиолан просто навязывает Грассону свою игру. Сонми нам очень хочется быть подальше от противника. А Туби, мало того, что не просто, еще и свободность сокращает. И не чувствует от этого урезания в рейнже вообще. Ощущение, что она просто работает. Как робот. Конечно, и Лиолан тоже за ней. Летл хит. Летл хит комбо. Один ударчик есть. Типа сойдет. Странно. Вот это подкар. О, Дуби. Она спинула себе... Ага, наказание. Нет, это не наказание. С игром на этот феймин. Да, и очень хорошо. Играссона. Вот до того, что остается мной. первый бой за лиоланом я на своего 10 тысяч лет и по крайней мере одну победу он себе получил и так поехали дальше то еще у нас будет то еще ребята не менять арену до начинается футбера мы тоже вели у себя лузер пик постарайтесь не пикать все подряд выбрать персонаж может выглядеть только проигранцы и страны и так а а а Держи топлёж, оплывайся. Ой, какой бой. Что это делать? Что это делать? Просто блокировать сухозности или как? Гроссов пока не понимает, но по крайней мере, у него уже сломалась нижняя броня, если вы понимаете, о чём я. Ой, улетел. Ой, улетел купаться. Купаться в земле, видимо. Нет, не работает это. Солдчардж. Если дубит такая без солдчарджа, что она делает в солдчарджах? Очень страшно. Очень страшно выглядит, очень страшно работает. Степ прошёл. Хороший дамаг от Гроссона. Доброе. Ага, вижу, вижу. В это время на второй консоли Кирита проигрывает Global Sector 15. Global Sector 15 на своём Митсуруге. ПОБЕЖДАЕТ! Итак. Горосон, а Горосон на первой консоли почти сдался. Итак. На первой консоли. Игроки говорят, что их персонажи хуже, чем персонажи противника. Но это классика жизни. Классика. На первую консоль сейчас пойдут играть с Терачи и Сора. Давайте. И на вторую консоль я иду играть против Маку. Терачиovка. Горосон, а Горосон, а Горосон, а Горосон... Горосон. ПОБЕЖДАЕТ! А Горосон, а Горосон... Трансляции... Маку. Горосон прямого... Игрок. 2. Горосон. Горосон. Давай, садись. Давай, садись. Так, что же нас сейчас ждет? Нас ждет матч между дырачей, одним из синейших игроков комьюнити, и ссоры, тоже наших старичков, которые играют только на саду. Ну, который уже не играет, в принципе, да. Посмотрим, что из этого будет. Сейчас у нас батон-чек и рестарт-бой будет. Так. 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 что там затягивается у нас настройка Продолжение следует... 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 Горасон, Сора идут играть на вторую консоль. И я так понял, это 1-0, да? Это правильно? Да. 1-0. Горасон, наверное, уже сказал, что эти ребята как раз у нас основные претенденты сегодня на ТОП. Если что, это довольно сложно. Играть против них, они себя хорошо показывают в частях. Раньше они много друг с другом тренировались. И решают менять аренду игроки. Это приятно. Приятно, что аренду мы сегодня увидим много. А вот, внезапно, никаких Туби. Хоть и Лялан хорошо показал её первой в своей игре. Туби, он на Туби у него сегодня. Ага. И... И... Играть их не станет больше. На самом деле, в том числе... Несмотря на её хороок, не меньше. Дальность антасика более большая. Коже, как она уже наказывается, не успевает Хилика. Вот. Но у Хилика, в любом случае, фанта звенеет. Ступи! Парин ставый. Ступи. Ступи. Икс. Икс. Икс.. Икс. Так. Не попадает совсем. Раз existа эти Туби. Интересные вещи. Второе место. Многое там не вносят. Но как ты у меня influences. Вот! Так. что дает ему вполне себе честную победу второй раунд во второй раунд ой я гипнул гиалан с моим ударом и получил неплохое наказание но это все равно так есть бросок ой пошел амблоково который не стал чакром убрали вообще совсем был заплочен и лекал сип лекал сип комбо спрошали эту сип комбо так а вот солдшафт так все еще в активе ну видимо садить его реальсовать некогда контролл для трача матчпоин для трача в данный момент сможет его выиграть свой и сможет и оборот 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 есть удар горизонталь есть а обнимание нарушается прошло все ой пошел отелька заварда а а я я я я сейчас будет я успешно за я убежал с убежал с у я я Комбас со степа в хороу Слоу пытался степить и получил за это 3бшку в лицо Раунд за Лиолан На последней степе Лиолан взял и вытащил Слеп И так Ага Прошел, продамажил Лиолан На бег Есть 3б хабар Бой из них, ну, не показан Довольно наглое сейчас действует Трач пытается играть Но он не совсем не получается И да А вы машки оснащите 2-2 по раундам 2-2 по раундам Кто забирает 3-8 раунд И вот забирает этот матч Ага Хорошая бомба А кто Лиолан И хваляется 2-2 по раундам Вытянка А вы смотрите Сомития потратила Чего метр на супер Который даже не начался Сомития Акилик не достал Чуть-чуть палочкой С супером Ну, я считаю Здесь 1-2 по суперам По крайней мере Здесь Стояние равное Да и вообще игроки Играли на бомбе Роли Стояние Наблокировал настолько Что у него Красным Моргает Положка Дорога Это значит Что еще пара мощных ударов На сопите И у меня сломается Что Когда ты получаешь Получаешь По голове Ты не можешь Раздать ее Сам 2-0 Ты раньше Выигрываешь Лиолан Молодец Лиолан Крутую Вообще Я не знаю Как против этих Страшных людей Вообще Люди играют На Первую консоль Идут Маку И Глобал Сектор 15 Маку Глобал Сектор 15 Как сложно Маку Только что Выиграл Меня Своей Шикарной Женщиной Изабеллой Валентайн Будет ли Когда-нибудь От нее Какие-нибудь Сложные вещи Я не знаю Посмотрим 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 Маку И Глобал Сектор 15 Сейчас Крестик Надо нажать Крестик Надо нажать Теперь Надо Выйти Да Выбор Персонажа Options Выбор Персонажа Круг А вот Выбирать На круг Очень громко Играете Их комменты Хорошо Сейчас Немножко Поправим Комменты К сожалению У нас Не очень Да Не очень Громко Получится Делаться Я сейчас Убавлю Немножко Игру Расскажите Вот так вот Лучше Или нет Вот так вот Лучше Или нет Слышно Меня Или нет Я Может быть Даже Еще Немножко Поправлю Раз Такое Дело К Следующему Разу Поправим Так Чтобы Звук Комментариев Был Очень Хороший Мы Это Можем И Да Вроде Лучше Отлично Значит Оставим Ребят Сначала Настроят Кнопки Мак И Глобал Сектор 15 Сейчас Играют Да Консоль Японская Поэтому Принять Нажимать На нолик Даже в игре Везде Во всей игре Принять Это нолик Итак Сейчас Ребята Настроят Кнопочки Персонажи Наверное Они уже Подготовили Я видел Айви От Маку И я видел Что Глобал Сектор 15 Играл За Митсуруги Посмотрим Кого он Выберет На этот раз На круг Выбирать Да На кружочек Выбирать На нолик Выбор На нолик И да Видимо Тоже Митсуруги Но сейчас Они еще Будут Настраиваться Поэтому Наверное Не факт Что Сейчас Выберут Таких персонажей Хотя Может быть Айви Довольно Болезненный Персонаж У нее Ее раскладной Меч Позволяет ей Держать Дистанцию Практически Всей ареной Да Так быстро Ничего себе Вы скоростные Я тоже Тиру Показать успел Не надо Мне тут А кто Выиграл То Гарасон Выиграл Тиру А у Гарасон Матчап Поставлен Ну значит Мы с Кирито Пойдем Играть туда Отлично А ты Иди Разговаривай Ооо Опять Говорить Итак Я иду Играть На вторую Консоль А в это Время На первой Начался Бой Начался Бой И Противники Поливают Друг друга Ударами Издалека Таким классическим Зонером И практически Идем Зонером И Полраундер И Как раз В этот момент Мы На маку Загираем Первый Бой На первой Раунд И Не Подписывает Местероги На комфортное В состояние Делается Как Ничего Выход Видимо Не захотел Делать Команднику Просто Матчап На Ваш Отзонивает Противника Мицероги Уже Не Подошел На расстояние Команднику Наказал Чаржероги Ощероги Чаржероги И Глобус Сектор 15 все-таки возвращается в Друм. Видимо, он понял, как играть против Манку, что нет. Да, это не спасает Манку. Отлично Манку отзонивается, с этапой команды сразу не берут основную зону. Она держит Манку прямо на самом лучшем для себя расстоянии и заканчивает первый бой Пермон. Манку смотри, что дома тренировался. Добро пожаловать на сцену истории, как мы говорили. Глобус Сектор 15 решил поменять персонажа. Посмотрим, у кого он выберет. Долго не может определиться, кем лучше все-таки сокращать дистанцию. О, Сервантес. Он решил не только не сокращать дистанцию, но и, возможно, пусть стрелять издалека. Да. 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 Уча, по-другому. Уча, по-другому. Уча. Купалька. Уча, по-другому. Постоянно видим у вас выхранение сприншотов, но это не мешает Айви выигрывать первый раунд. По крайней мере, все ведет к тому, что Айви заберет его и да, Ланку забирает. Хотя карта недостаточно комфортная для Айви, потому что она, скажем так, по площади муловатая. Но Манку да, может вполне попробовать поставить андлок, потому что он настолько дерзкий. Вышел блок стерлингов на расстоянии командника, после командника добивается Кёрт. Отличный раунд от Манку. Сразу Манку начинает проверки противника на сбежку и линфроматику. Глобал Сектора начинает бежать попозже. Есть командник снова. Не знаю, что делать против Глобал Сектор. Не видимо, на этом заканчивается бой в турнире. Да. Маку нам показал отличные сетапы и их знания, так что посмотрим, что будет у них топ-3 в этом турнире. Хотя бы топ-3, если быть честным. Так, мы отмечаем, что Маку выиграл Глобал Сектора 15. И сейчас у нас финал Лузеров 2, Горосон Глобал Сектор 15. Глобал Сектор 15 тут рутур он давайте играть да он играет против global сектора 15 это у нас полуфинал лузеров 2 а второй полуфинал лузеров 2 в идеале конечно показать а а следующий полуфинал лузеров лучше бы показать где-нибудь на соседней консоли и так трачи иди сюда тебе придется говорить или максу придется говорить говорить потому что я пойду поиграю с ли аланом но второй консоли и итак у нас с бойки и шимит суть против сон мины нас умение собственно грасон и глобал сектор на юшимитсу это не батментик? отлично так игроки наверно проверяют кнопки юшимитсу активно начинает это персонаж на самом деле который в принципе может себе это позволить но сонмина держит на расстоянии с последними баффами особенно я думаю не должно возникнуть вообще никаких проблем ну и пока выглядит все в принципе именно так сонмина совершенно спокойно контролирует ситуацию делает хорошую комбу и лоу собственно заканчивает первый рам держит игроки немного дистанцию хотя мне кажется что юшимитсу больше должен именно наступать все таки против сонмина не хочется оказаться на дистанции за какого персонажа бы вы не играли даже несмотря на то что например ави является как бы единственным зонером сонмина может с ней поспорить это наверное один из немногих персонажей который до каких либо вообще изменений очень серьезно напрягал даже топовых игроков на ави ну и как бы сонмина вообще не испытывает никаких абсолютно проблем с тем что подержать ишимитсу на дистанции к слову ишимитсу почему-то совершенно не использует свой телепортер и даже не пытается особо подобраться но вот сейчас ему в принципе это удалось посмотрим удастся ли как то это развить очень много бифов вот ишимитсу впрочем впрочем и сонмина это никак не наказывало абсолютно бросочек и остается мало хп собственно ишимитсу и да гроссон забирает первый бой отличная игра на сумме прекрасно вот ишимитсу Продолжение следует... 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 Пока настройки кнопочки, я без проблем все поменяю. Итак, для тех, у кого трансляция только что началась, мы сейчас ведем турнир по салкальбру 6 в Нижнем Новгороде в клубе Playroom. Если что, замечательный клуб, заходите. По файтингам тут будут проводиться турниры весь год. Вот правила в Нижегородском файтинг-сообществе вы сможете посмотреть. Ссылка на Нижегородское файтинг-сообщество сейчас появится в чате. Ну, разумеется, в ВК-ком. И заходите, мы туда выложим же записи со стрима. Стримов сегодня было аж целых три. Все эти записи будут у нас в сети. Так что добро пожаловать в ВК-ком. Слэш. ФГЦ нам помогает. Хорошо вопрос. И игроки проверяют кнопочки. Вы проверяете или как? Да? Пробатан чекали? Все хорошо? Все работает? Игроки говорят, что все работает. Значит, мы начинаем. Для Айви, конечно, хорошо бы, чтобы выпала аренка, которой можно было отойти не так далеко. С другой стороны, у Килика не надо тратить время на разбирание меча для того, чтобы получить доступ к каждому кусочку этой арены. Так что на рейнже тут пар на пару. В принципе, есть у обоих достижения. И карта выпала очень широкая, очень длинная. Но зато с ринг-аутами. Так что посмотрим, кто из них лучше выкидывает купаться. Ага. Минки не работают. Можно далеко отойти. Далеко от минок. От всяких разных разводочек. Но вот лоу разводочка, например, проходит. Откидывает далеко Маку и хватает ниткой. Правильно делает. Все хорошо. Кинул стеночку. Отходить дальше некуда. Можно навязывать свою игру. Но Маку решает поблочить. И Килик выходит из угла туда, куда ему нужно. Килик подходит к противнику. И псевдо-далекими ударами получает Леттл Кит. Комбо прошла. Хорошо. Мало хипов остается у Маку. Ну, Маку, конечно, мало хипов не мешал никогда. Но в этот раз, к сожалению, помешал им выиграть. Купаться тоже улетел. Так уж. Ага. Второй раунд. Мак начинает с минок. Поднимает, что Минки работает. И укидывает противника подальше. Пришли. Встали. Померились с мячами. Айви поняла, что у нее не длиннее. Надо бы что-то сделать. Ай, Минка не в тему была наказана. Но наказан, конечно, не так больно, как мог бы быть. По метру, конечно, есть метр у обоих игроков теперь на данный момент. Посмотрим, как я буду его менеджить. Солчардж. Пошел сольчардж от Айви. Айви сольчарджа довольно опасно может показывать себя за весь экран. Ой-ой-ой. Ну что-то как-то экономно Маку потратил сольчардж. И почти ни на что ему не хватило. Зато хватило на то, чтобы сделать пару легких движений. И тогда, когда нужно. Второй раунд тоже затарачит. Отошли противники. В третьем раунде не торопится нападать. Маку попытался пару раз откидать противника подальше. Но трачи тут все блочит. Знаем, где блочит. Огоньки. Вот это хороший амблок был от Айви. Ой-ой-ой. Но какая в этом разница, если ты хочешь купаться. Первый бой за трачи. Трачи отправил противника даже не в полет, а просто в купание. Ну и посмотрим, как дальше игроки себя поведут. Карту они не меняют. Карту он все устраивает, видимо. Поехали дальше. Продолжаем. Продолжаем смотреть на то, как Маку, получив дамаг, сохраняет дистанцию. Ну нет, не сохраняет ее. Ой, вот это топтание, конечно. Есть. Хорошо положил на землю при этом огненном подъеме килика. И сравнял хипы, да. Даже вышел лайфминку. Ой, далеко. Ой, далеко. Оказывает трачи за такой опрометчивый поступок Маку. Довольно сильно наказывает пару конкурентов. И еще раз лоу пропускает Маку. И подметание не прошло. Волшебный хип у Айви. Волшебный хип может ей, конечно, стоить раунда. А может и нет. Откидывает подальше. Не дает подойти. А, дала подойти. И не тот удар, к сожалению, выбрала Айви для того, чтобы продолжить игру. Три удара почти заблочены. Предположим, что они заблочены. А вот камбы от Маку вкуснее будут. Для дамага. Ловим хипок тратить уже нет. Метра пока ни у кого нет, но все близко. Продамажили. Продамажили. Лов прошел. Прошли пару ударов. И солчарш. Солчарш откидывает противника. Ой-ой-ой, не расширял Маку. Расстояние. И встал ровненько в Unblockable. Вольно. Быстро на самом деле Unblockable у Кирика. И в любом случае он, конечно, степится. Но среагировать на то, что он пошел, вообще начался, довольно тяжело. И когда ты его смотришь, сначала ты наслаждаешься анимацией красивого удара. Потом ты смотришь, что появляются огоньки. И переходишь в режим покемона Пикачу из мема. Тырачи в это время... Спасибо за игру. Тырачи в это время выигрывает второй свой бой. И проходит в суперфинал. Тырачи в суперфинале. Довольно просто. Ждет там своих соперников. А из его соперников Маку далеко не уходит. Потому что он играет с победителем пары на второй консоли. И на второй консоли в это время творится что-то безобразное. Туби и Сонмина сейчас находятся в пятом раунде. У Туби 2 метра. Сонмина только что включила Солд Чардж и сделала свою подметалку очень синей. А вот Туби синим мечом пользуется даже без активации. Но вот она тоже включила активацию. Вторую активацию включает Сонмина. Проводит удар лоу. Успешно. Супер. Супер не прошел. Но не наказан. Все заблочено. Степнуто. Сонмина надамажила еще чуток. И Леттл Хит. Комбо с Леттл Хита. Раунд. Победа. Что? Что, две? Две? Уже? То есть вот так Туби не взлетела? Как так вообще? Лучше бы была Софития. Ну ладно. Горосон проходит у нас в топ-3. И финал Лузеров 2. Горосон Маку. На ваших экранах сразу после настроек персонажей. Ну, в принципе, Маку. Ой, Горосон хорошо себя показал. Горосон приятно поставил Сонмину. Видимо, на что-то все-таки влияет некоторые бафы, которые прошли буквально недавно. Насколько я знаю, Сонмину еще подняли. Еще дали ей немножко стабильного дамага в некоторых местах. И особо наказание от этого Горосон как-то не почувствовал. Горосон готов. Вот как мне нравятся настройки персонажей в хитбоксах и стихах. Просто настраиваешь основную кнопочку или просто меняешь раскладку. И все. И больше ничего не надо. Все под рукой. Хитбокс оружия богов. На стике у меня то же самое. Вот только эти два бога нажимают на крестик вместо Нолика. Мне кажется, эти боги промахиваются. Боги. Итак, мы начинаем... Мы начинаем бой Маку Горосон. Горосон, ты не будешь брать лучшего мечтателя пятой арки Джорджа? Нет, не надо, пожалуйста. Не надо. Вот, Макс, не в курсе? Я там немножко в редакторе посидел. Я там Джиорну Джиованну сделал. Посмотришь потом. Нет. А у меня есть Карс. Давай сыграем. Итак, раунд первый. Поехали. Опять же, Маку хочет, чтобы противник находился подальше. Но проблема в том, что в отличие от Хилика, у которого есть довольно много ближних атак, для Сон Мины это тоже удобно. И если бы Сон Мина сейчас переходила тоже в атаку, ей бы было более приятно. Но она не может выйти на свой удобный рейндж, поэтому ловит почти на полное количество жизней. Больно. Очень больно получил сейчас Горосон прямо в модельку своего персонажа. Ага, разводочка на Минку не прошла. Наказан на Айге на много дамага. Еще один раунд прошел, еще дамаг есть. В этом плане Сон Мина стабильный. Надамажил за полэкрана. Надамажил еще за полэкрана. И закончил раунд. Все, больше ничего не надо. Раунд за Горосон. Горосон вошел в свой режим. Итак, лоу. Лоу заблочит. Горосон продолжает атаковать, но к сожалению атака прошла. Блок. А зато вот со степа атаковать можно. Но много удобнее. Ай, не прошла комба. Но кажется, что там не копилось. Солчаш. Солчаш откинет противника. И опять же, зачем Минка? Зачем Минка? Минка в этом... Сон Минка! Сон Минка! Даджан и Сон учат Сон Минке. Вот здесь хороший рейндж для Мины. Поэтому он сработал. В прошлый раз рейндж был не очень хороший. А Горосон хорошо стейкнет. Хорошо прошел летал пить, будь ли... Ай, комбайн немножко не прошла, к сожалению. Немножко не попал Горосон. Итак, и получил за это очень много дамага в ответочку. Хорошо подсел под верхним ударом. Атакой. Но, к сожалению, с такими жизнями далеко не уйдешь. Итак, последний раунд этой битвы. Горосон начинает неплохо. Сетапик супер. Супер довольно много здесь несет. Сначала хип-бок, при хороших стартерах. Так. И... Полетели! И... Откинул все-таки опять манку. Но он очень старается попасть этим гиджальчиком. Правда, куда он старается, непонятно. И это и... И гиджет с супером. Перфект. Идеально Горосон отыгрывает раунд. Пресекая любые действия, которые только хочет сделать смаку. 1-0 в его пользу. Все честно. Карту ребята не меняют. Карта ребятам очень нравится. Поехали дальше. Красиво, на самом деле. Красивая карта. Почему бы не менять? Есть и стеночки. Есть и куда улететь. И расстояние не настолько большое, чтобы в нем заблудиться. Чтобы отойти слишком далеко. Лоу решает, как раз он не делается. Лучше сделать сетап. И сетап проходит. Пар дебагеров прошло. А, вот здесь Ашечка была лишняя, конечно. Ах, не понравился мой любимый удар. А я ведь и сделала. Положила. И гиджачик проходит. Отлично. И Минка. Вот это хороший сетап на мину. Просто замечательный. Так, откинул. Еще откинул. Попытался поднять. Нет, не бросается с такого рейнджа мак. Зачем ты тянешься обнимашками? А вот нога у Сонмины. Просто замечательная. И на ближнем рейнджа, и нога, и палочка работают просто отлично. Сказалось бы, у кого не раскладывается меч? У Айви или у Сонмины? Айви разложила меч на весь экран. И Грассон не воспользовался вифом. Ну, там тяжеловато, конечно, но можно было воспользоваться. Есть хит. Отшел подальше. Не отодвинул Грассона противника. Зато прошел лол. Есть. Поймал на вейке. Хороший дамаж внес. Но, как заблочил разводочку с лол. Отодвинул на нужное количество пространства. И еще и минку зацетапил. Приятно? Приятно. Грассона этим просто так не взять. Главное поближе подойти. Остальные разберемся. Не прошла. Шесть-шесть. Зато... Какой хороший сетап. Какая хорошая комба. А, присел Грассон. Знает уже, как справляться с этим действием. И подкидывать знает как. Хорошо, наказал. Супер. Умаку прошел. Он не нанесет слишком много дамага, конечно. Но... Заставит Грассона попотеть. Да. И анблока был застеплен. Хотя там тяжеловато было степлен. Далековато все-таки. Ой-ой-ой. Вот это летло. Не достал чуть-чуть. Чуть-чуть не достал. Маку. Очень окидно. Это был бы его раунд точно. Ничего. У него хороший лайтлит. Он сможет выиграть. Одна маленькая тысячечка. Волшебный пиксель. Который Грассон может... Разломать броню. Итак. Раунд за Маку. Но у Маку броня уже желтенькая. И даже с переходом в красненькую. Очень тяжело будет ему противостоять. Он Грассонов был в защите. Но зачем тебе защищаться, когда все твои сетапы работают? Что тебе еще надо? Анблока был за Леттл Хит. И мина. Слушай, просто... Просто ощущение, как будто это джагл из текена. Он сделал все, что нужно. Второй раунд за Маку. Очень красивый раунд получился. Грассон решил, что он тоже поиграет немножко в текен. И начал бой со своей основной камбы, учитывая метр. Приятно. Половины жизни в Маку нет. Но одного метра у Грассона нет тоже. Разложил меч в Маку. Закомил. И сетап. Сетап на лоу прошел. Есть мид. Подтянул противника. И Санмина делает Солчарш. Сделал лоу. Лоу не попал. Пой лоу попал на мудок. И заблочил все Грассон. Молодец. И его Солчарш позволяет ему выиграть второй раз. Все любят Санмину. До двух. И Грассон проходит в суперфинал. Итак, суперфинал. Грассон остается. Если кто-то по фриплейте хочет на второй консоли, пожалуйста. Грассон остается играть. А против него садится играть непобедимый до этого момента Терачье. Терачье показывает сегодня замечательного Килика. Грассон перед турниром уже говорил, что Килик ему, конечно, нравится. Но Макси не нравится больше. Какое-то странное желание Грассона играть против известных персонажей. Так, вы поменялись что ли? А, куда вы? Нормально как? Терачье слева. Все, понятно. Итак, у нас будет сейчас суперфинал. А, да, забыл пометить, что Терачье у нас в сетке винеров. Это значит, что он сможет два раза выиграть у Грассона. Два боя выиграть у Грассона. И закончить этот турнир полной победой. И у нас есть возможность у Грассона сначала выиграть и сбросить Терачье в сетку вузеров. Для этого ему нужно выиграть два раза из трех. А после этого еще раз выиграть Терачье два раза из трех. Для того, чтобы занять первое место на нашем сегодняшнем турнире. Смотрим на то, что происходит на экране. Игроки настроились, выбрали персонажей и набирают крестик вместо нолика. Уважаемые разработчики игры Soul Calibur 6, если вы меня слышите, пожалуйста, отмените привязку кнопок принять и отмена к региону консоли. Серьезно. Очень напрягает. Если с интерфейсом консоли можно смириться, то в Soul Calibur не совсем. Все игры работают по-нормальному. Я купил консоль в своей стране. Не из первых рук, но это не об этом. Итак, а мы начали. Начали суперфинал. И смотрим на то, как Грассон держит свою дистанцию, которую ему нужно. Терачье попытался подойти. Словил пару раз с ноги, пару раз с подметалки. Хороший джамп от Грассона. Откидывает противника еще дальше. Есть лоу. И еще лоу. Отлично. Первый раунд за Грассоном. Вот если так же продолжится, то Грассон вполне себе скинет дурачь и в сетку лузеров. И выиграет еще. Если вы увидите проезжающего мимо... Проезжающий мимо бешеный робот по земле, который, возможно, еще что-то кричит. Ставим лайк. И смотрим дальше. Да, прошла комба от Грассона. Грассон очень хорошо себя чувствует здесь. Он эти комбы отрабатывал настолько, что она до сих пор не сутапится. Как же так? Ой, хорошее разбивание в Ги. В исполнении Грассона. Терачье надо попотеть, чтобы выиграть. Для того, чтобы попотеть, он даже избавился... Его персонаж даже избавился от штанов сейчас. Мы смотрим на то, как Грассон откидывает противника на свой нужный рейндж. И просто не дает ему подойти. Есть лаунч. И есть второй удар. Есть лоу. Вот что с этой сонними делается? Непонятно. Если она блокирует и контратакует... Непонятно, что с ней делается. Серьезно. Синее прошло. И... Разблочено. Есть. Забифл. Терачье ударом. Но это ему не помешало. Он продолжает атаку. Летл Кир. Повесил на стеночку. Не прошло комбак, к сожалению. Грассон решил воспользоваться солд-чарджем для того, чтобы выиграть. Но у него не получилось. Он получает еще дамаг. И если у Терачи... Да, у Терачи хватает времени на камбэк. Вот это хороший раунд для Терачи. Пришло время вернуть все обратно. Вернуть свой клич победителя. И показать лузерам там, где они действительно должны быть. Он степит остальные удары. Пытается выкинуть противника наружу. Использует для этого уже три приема. Но это совсем получается. А вот этот удар есть у обоих, говорит Грассон. И Летл Хит. Пошла камбас Летл Хита. Откинет. Нет, не откинул. Далеко. Но он надамажил очень много. Приятно откидывает для Грассона. Сонмина. Хилика. Противника. Но все равно можно сходить полетать. Он очень пытался сделать это весь раунд. И у него наконец-то получилось в конце. Лоу прошел. Супер прошел. От Хилика. У Хилика очень красивый супер. Как можно работать так палкой, я не знаю. Если что, подскажите. Грассон решает использовать Солчардж. Солчардж приятный у Сонмина на самом деле. Дает им много пробивания броня. А броня в это время у Терачи уже желтенькая. И если он даст Грассону подействовать своими силькими ударами. Но он не дает этого сделать. 1-0 в пользу Терачи. Сложно Грассону пришлось. Хороший камбэк от Терачи в третьем раунде. Позволил ему перевернуть игру. И занять вполне себе победное место в этом бою. Итак, но мы играем до двух побед. Терачи еще раз надо выиграть для того, чтобы победить в турнире. А Грассону придется напрячься посильнее. Итак, пошла работа ногами. Ноги у Сонмины, конечно, прекрасные. И откидывают Хилика настолько далеко, чтобы начать угрожать ему своими летлхитами. Кончиком просто. Кончиком своей подметалки. Килик решает наказать Сонмину за опрометчивые поступки. И делает это два раза. Приятно. Лоу заблочен. Есть контрхит. Там будет тоже камба. Застепнуто. И не улетел. Но и проиграл все-таки. Проиграл Терачи. Все-таки этот выбор того, какую опцию хочет сделать Грассон. Не совсем понятно, знает ли Терачи матчап с Киликом. Вот с Киликом с Грассоном, с Сонминой. Но, по крайней мере, Грассону более-менее знаком матчап. Более-менее знаком матчап с Киликом. И в это время он не степит анблокаблы очень горизонтально. На самом деле, я уже говорил, очень опасный анблокабл. Очень страшно. Страшно выглядят, страшно блочить. Ну и вообще. Ай-яй-яй, не попал. Близко было. Ладно. Хипов у противников примерно одинаково. Метра примерно одинаково. Сонмина решила пообниматься. И не проходит. Зато здесь проходит Летл Хит. Комбас Летл Хита. Улетает Сонмина далеко и надолго. Плечики все-таки работают знатно. И нет, не проходит начало раунда так, как хочет Грассон. Обменялись немножко ударами. Грассон решает использовать усиление. Да, его-то усиление повыгоднее, чем у Хилика в некоторых случаях. И да, вносит неплохо дамага за этот солчашек. Который еще не кончился. Вот, например, кончился. Есть Летл Хит. Есть комбас Летл Хита. 2-2 по раундам. Очень опасно. Но сейчас Супер Ача 2 метра. Он, наверное, сможет его выгодно для себя применить. Например, наказав какой-то вифнутый удар своим Супером. Который мог бы, конечно, нести побольше дамага. Но и то хлеб. Лоу не прошел. Лоу заблочен. Мид заблочен. Что же делать? Все удары можно блокировать. Думает Соннин. А пока она думает, получает очень много дамага от Хилика. И даже с ноги. 2-0. 2-0. Причем последний раунд в Перфикт. Это была прекрасная игра. Это были прекрасные матчи. И Терачи завоевывает первое место. Второе место, соответственно, за Гарасоном. И третье место за Маку. Всем спасибо за то, что вы посмотрели наш стрим. Если что, заходите в группу VK.com FGCNN. Ну и следите за нами. Ну и продолжайте играть файтинги. Вы клевые. Продолжение следует.